В эфире новости общественного телевидения «Наукограда» в студии Антонина Ленкова. Евгений Андреев, здравствуйте. Вот о чём мы расскажем вам сегодня. Служить уйдут не все. Что случилось с призывниками по дороге в Барнаул? В обег с лекцией может обернуться наградой. Неожиданное происшествие в медколледже Бийска. Налог на шипованную резину. Автовладельцев могут поставить перед серьёзным выбором. Сегодня первые алтайские призывники отправлены на службу. В этом году впервые новобранцев провожали так рано. Обычно эшелоны начинали уходить с середины ноября. Осенний призыв соберёт в ряды российской армии 3000 новобранцев из Алтайского края. Однако не исключено, что число призывников увеличится. Это связано с тем, что на территории Восточного военного округа, где произошло большое наводнение, набор в армию отменён. Каждый регион России теперь восполнит недобор своими новобранцами. По данным Краевого военного комиссариата, большая часть алтайских парней будет служить в сухопутных войсках на территории Центрального военного округа. Из Наукограда и Бийского района в вооружённые силы будет отправлено 315 парней. Сейчас призывная кампания во всех военных комиссариатах Края продолжается. В Алтайском и Советском районах списки призывников почти полностью утверждены. 80 парней проходят комиссию. Явка и годность почти стопроцентные. Особое внимание медики уделяют эмоциональному состоянию призывников. Психологи проводят специальные тесты. Даже при отличном здоровье и отрицательный результат психологической проверки закрывает дорогу в армию. Отсрочка от службы в большинстве случаев предоставляется при поступлении в ВУЗ. Очень много ребят обучается в высших учебных, средних учебных заведениях, которым мы предоставляем отсрочку. То есть с каждым годом всё увеличивается поток ребят, которые поступают в учебные заведения. В продолжении темы осеннего призыва неприятное сообщение. В Зональном районе опрокинулась «Газель», в салоне которой находились 9 призывников. Они ехали из Бийска в краевую столицу. Есть пострадавшие. Авария произошла на 327-м километре федеральной трассы М-52. На место выехали сотрудники ГИБДД и спасатели. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек 1995 года рождения. Остальные новобранцы направлены в призывной пункт города Барнаула по путным транспортам. Подробности происшествия нам по телефону рассказала инспектор ГИБДД по Зональному району Ольга Комиссарова. Сейчас по данному факту проводится проверка. По предварительным данным водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил съезд в кувец с последующим опрокидыванием. В результате происшествия один пассажир доставлен в вечернее учреждение. Ещё один пассажир обратился самостоятельно позже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преступление произошло на территории медицинского колледжа. Злоумышленник попытался скрыться, но уйти от преследователей ему не удалось. Сидели на паре, решали математические задачи. В половине одиннадцатого Анна Чернова немного отвлеклась. Взглянула в окно и стала свидетелем дерзкого преступления. На её глазах молодой человек толкнул пенсионера в левый бок, отчего тот упал на землю. Грабитель без зазрения совести начал шарить по карманам пожилого мужчины. Забрав всё, что было, парень, как ни в чём не бывало, решил скрыться с места преступления. Я выскочил из кабинета и побежал прям в халате, в чём был одет. Побежал за ним. Следом за Алексеем Ивановым побежала Анна. Погоню заметили студенты второго курса. Антон Вершинин и Даниил Медведев. Они бросились вслед. Грабителя задержали все вместе. Ну, подбегая дедушкам, ну, помогите, у меня он тот деньги украл. Ну, смотрим, пытаются, всё ускоряется, ускоряется, какой-то в капюшоне, то есть это, ну, взяли, поймали её. Девушка сразу же позвонила в полицию, а трое молодых людей удерживали злоумышленника до приезда стражей правопорядка. Прижали его к стене. Да, он маленечко хотел отойти, но мы его на место. Обратно к стенке. Дед, прости, дед, прости. Подошёл наш учитель физкультуры и говорит, что вот дедушка утверждает, что у него деньги забрали. Ну, а чё он, дед, он старый, у него склероз, чё он помнит-то? Это слова преступника, да. Сотрудники вне ведомственной охраны прибыли оперативно. Осмотрев место происшествия, обнаружили тысячную купюру, которую грабитель отнял у пенсионера, а во время погони выбросил. По данному факту возбуждено уголовное дело грабёж с применением насилия. Евгений Плохотин, Сергей Кузнецов, Новости ОТН. Руководство Межмуниципального управления МВД России «Бийская» высоко оценило поступок студентов медколледжа. Как нам сейчас стало известно, в данный момент решается вопрос об их поощрении. От лица руководства Межмуниципального управления МВД России «Бийская» выражаю благодарность студентам медицинского колледжа, которые не остались равнодушными к чужому горе. Помогли сотрудник полиции задержать грабителя. Благодаря их своевременному вмешательству взноумышленнику не удалось скрыться от уйти от ответственности. Поступок этих молодых людей заслужит уважения и, надеясь, станет образцом и примером активной гражданской позиции для окружающих. Следственный комитет расследует детали уголовного дела. Накануне вечером родители ждали сына в гости. Когда спустя двое суток он так и не появился, родные сами решили его навестить. Открыв дверь запасными ключами, они обнаружили труп. Осмотрев квартиру убитого, явных следов преступления оперативники не обнаружили. Но судебно-медицинская экспертиза показала, смерть имела криминальный характер. У убитого была тупая травма живота. Следственные мероприятия завершены. Сегодня есть подозреваемый, 43-летний мужчина. Пришел к потерпевшему, у них возник конфликт, в ходе которого подозреваемый многократно ударил имеющегося кострелем в квартире по телу потерпевшего, от которого впоследствии скончался. Подозреваемый принял меры к сокрытию преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности». Судом принято мера заключения под стражу. Приходит раз в 4 месяца, в ней ничего не видно и ничего не понятно. Все это о квитанции бийского филиала «Алтай-Крайэнерго». Сотни бичан сегодня возмущены этим ресурсоснабжающим предприятием. Тему продолжает Ирина Дубицкая. Оксана Башкатова из тех, кто исправно оплачивает все коммунальные платежи. Сама работает в энергоснабжающей организации и знает, как рассчитывать ОДН. Правда, не в случае с «Алтай-Крайэнерго». Буквально недавно столкнулась с таким удивительным фактом, что в квитанциях, которые очень редко оказываются в нашем почтовом ящике, выставляют дважды одинаковую сумму ОДН, причем до копейки совпадает эта сумма. Задалась вопросом, почему эта сумма одинаковая за два месяца, но уточнить, как она сложилась, как был произведен расчет, я не смогла при всем своем большом желании. Видимо, чтобы у людей не было лишних вопросов, бийский филиал «Алтай-Крайэнерго» решил не беспокоить их ежемесячной рассылкой квитанции, как это положено по закону. Платежный документ многие бичане вообще ни разу не получали. Хотя зачем он им? Прочитать его все равно не получится. Ответ на вопрос на человека, с каким зрением рассчитана эта квитанция, видимо, могут дать «Алтай-Крайэнерго». От себя же посоветую, вооружитесь лупой, и тогда вы сможете прочитать то, что здесь написано. Прочтете квитанцию, систему начислений все равно понять вряд ли сможете. У меня 43 года трудовой стаж, я понимаю, и то для меня это проблемы. А как люди, которые не понимают, ну и почему нельзя по-человечески-то отнестись? У меня, допустим, киловатт в 1080, ну допустим, а там другая сумма совершенно. А вы передавали эти свои? Ну я вот плачу, я 23-го плачу, понимаете. Я заплатила, допустим, да, а тут раз, 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 и почему-то другое. Прокуратура города вопрос начисления взимания платежей бийским филиалом «Алтай-Крайэнерго» считает социально острым. От граждан поступают многочисленные заявления. Жалобы, поступающие в прокуратуру города, направляются в Алтайскую государственную инспекцию, которая вшляет функции государственного жилищного надзора. Известно о том, что выдаются предписания, не единичные случаи о том, что пересчитывается плата значительно. Администрация города незамедлительно среагировала на напряженную обстановку. Бийская власть вынесла конкретные предложения по содержанию шрифту и доставке квитанций. Неоднократно предлагалось организовать работу не только с почтовым отделением, но и с другими агентами, например, с муниципальным предприятием ЕРКЦ, с Бийской Энерго, которые точно так же могли бы выполнять эту услугу. В отношении читаемости квитанции были неоднократно предложены изменить содержание квитанций, взять за основу шаблон квитанции Бийской Энерго, по которой практически нет нареканий. Уже в ноябре Алтай-Край Энерго обещала прислать потребителям квитанции, которые можно будет считать без лупы. Сейчас решается вопрос и о том, чтобы система начисления платежей была понятной каждому жителю. В эксперименте будут участвовать 60 домов управляющей компанией БИК-Центр. Будет параллельно выполнено начисление за электроэнергию и муниципальным предприятием ЕРКЦ и Бийским филиалом Алтай-Край Энерго. Дальше эти все данные будут сверяться, то есть отработается база и будет выполнено начисление само. Если результат работы окажется положительным, устроит население, то новая схема расчета будет использоваться для всех потребителей. Однако, как пояснила Ольга Рязанова, пока это слова и обещания руководства Бийского филиала Алтай-Край Энерго. Нам какие-либо разъяснения по этим вопросам руководство ресурсоснабжающей организации давать отказалось, сославшись на запрет головного предприятия в Барнауле. Так что станут ли наши платежи прозрачными и понятными, покажет время. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, новости ОТН. А у нас есть традиционный звонок от телезрителя. С нами на связи по телефону Светлана Иванова из села Амурское. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Какие у вас новости? В поселке Амурском у нас такие новости. Попали у нас три барака по улице Боровой под программу «Ветхое жилье». Многие люди выросли в бараках у нас в Амурском на земле. Сейчас нам дают такую возможность получить благоустроенные квартиры в лесном. Но многие не согласны, так как не дают землю. Но меня вполне это все устраивает. Я даже рада, что у меня лично так получилось. Спасибо, Светлана. Звоните нам еще. До свидания. А если вам тоже есть что нам рассказать, звоните в редакцию по телефону 3308-95. И, возможно, уже завтра героем нашего материала будете именно вы. Продолжаем выпуск. В России могут ввести дополнительные акцизы на шипованную резину. С таким предложением выступили депутаты Государственной Думы, поддержавшие представителей дорожных служб. По мнению дорожников, шипованная резина разрушает асфальт и тем самым создает опасность для автомобилистов. А готовы ли бийские автовладельцы отказаться от шипов, узнавала Ирина Попова. Шипы или липучка? Впереди зима, поэтому многие автовладельцы уже задумались над этим вопросом. А если учесть, что в стране могут ввести дополнительный налог на шипованную резину, выбор и вовсе сложный, ведь цена на нее, скорее всего, вырастет. Для города, в принципе, шипы, они не нужны. То есть, в любом случае, все равно обрабатывается противоголюдными материалами. Асфальт все равно также и для трасс. У нас федеральная трасса тоже всегда практически чистая. Это где-то, допустим, уже на таких дорогах, где менее часто происходит уборка или еще что-то, то есть, где есть лед. Там, да, можно использовать шипы, они лучше работают. Ну, а на том же накате, на снежном или еще что-то, липучка, она работает. Может и не хуже, но сегодня с прилавков магазинов одинаково хорошо расходится и шипованная резина, и липучка. Здесь каждый автовладелец выбирает на свой вкус и кошелек. По расчетам специалистов, один шип на автомобильной покрышке за один километр пробега вырывает из асфальта до 10 грамм покрытия. В этой шине около 100 шипов. Получается, что каждый автомобиль с шипованными покрышками сбривает с километра дорожного полотна 4 килограмма асфальта. Однако, как нам пояснили в специализированном магазине, такой исход возможен лишь при агрессивном стиле вождения, постоянной пробуксовке и резком торможении. Ну, вообще, люди как бы ездят на резине, которую больше не предпочитают. То есть, кто люди привыкли ездить на шипах, те приобретают шипы, потому что стиль вождения у всех разный, то есть резины люди подбирают каждый под себя. Депутаты Госдумы решили создать специальный координационный совет по дорожному комплексу. Первой его инициативой будет предложение повысить акцизы для производителей шипованной резины. Собранные деньги планируется направить в Федеральный дорожный фонд. Мое мнение, это неправильно, потому что сначала пускай сделают нормальные дороги, а потом будем за них платить. Да мне без разницы. Не надо. То есть, вы готовы платить, да, этот налог? Да, да. Я на шипах все равно их не люблю. Налог на шипы отрицательный, конечно. Ну, как может быть налог на шипы? Это же безопасность. И еще за безопасность, получается, я должен платить. Сколько людей, столько и мнений. И пусть это не совсем приятная новость, не омрачит предстоящий день автомобилиста. И еще. Не забудьте своевременно переобуться в зимнюю резину. И не важно, какую вы выберете. Ирина Попова, Алексей Мельков. Новости ОТН. В Бийске в большинстве ДТП с участием детей виноваты взрослые. Такой результат нам сегодня озвучил представитель городского ГИБДД Иван Четверяков. И сегодня уже он принимал экзамен по правилам дорожного движения. И у кого бы вы думали, у воспитанников детского сада. Конкурс «Маленький пешеход» сегодня как экзамен. На поверке то, что изучалось на протяжении нескольких месяцев. Не только знание правил дорожного движения, а еще смекалка и скорость. Вот залог успешного выступления команд. Я знаю правила дорожного движения, чтобы не ошибиться, нужно идти по Зебе. Молодец. А ты знаешь тоже какое-нибудь правило дорожного движения? Да. Если знак, где красный и одна полоска белая, это значит дорога перекрыта. Ну там нельзя ездить. Самые серьезные вещи запоминаются быстрее и легче, если рассказывать о них в игровой форме, с музыкой и физическими упражнениями. Так и поступает сегодня в дошкольных учреждениях БИСКО. Для того, чтобы ребенок знал правила дорожного движения, мы должны каждый взрослый человек регулярно повторять их. И поэтому в дошкольных учреждениях данные занятия проводятся регулярно в течение всего года. Все участники получили сегодня грамоты, сладкие призы и первое в жизни удостоверение. Почти как у взрослых. Кстати, по статистике, именно взрослые виноваты в большинстве ДТП, в которых пострадали дети. Именно при перевозке детей в салонах автомобилей довольно часто у нас водители перевозят без специальных удерживающих устройств и кресет. И второй момент, это когда переходят через проезжую часть, не всегда контролируют поведение ребенка, не всегда держат ребенка за руку. Маленькие пешеходы, по данным ГИБДД, на дорогах внимательнее и реже взрослых нарушают правила. Неожиданно, но именно дошкольники сегодня всем нам хороший пример. Сегодня в Наукограде стартовала акция по сбору макулатуры «Зеленая пятница». Организовали ее проведение в Бийске «Мы» – общественное телевидение Наукограда. Акция по сбору макулатуры проходит в рамках краевого экологического марафона и всероссийского проекта «Спаси дерево». К нам в редакцию поступают десятки звонков от бичан, которые решили присоединиться и сдать излишки макулатуры накопленного дома. Какие вы молодцы, дай вам Бог удачи и продолжать вот это вот ваше очень полезное дело. Может быть в чем-то еще, чтобы это все на пользу шло. Вот именно, ну надо, раз никому мы не нужны, Россию мы должны сами поднимать. Вы молодые, вам и поднимать ее. Опять из руин, как говорится. Напоминаем, что сбор макулатуры продлится до 30 октября, и каждый желающий может принять участие в благом деле. Для этого достаточно позвонить к нам по телефону 33 08 95 8 961 989 85 33. Мы обязательно к вам приедем и заберем ненужные газеты, книги, журналы, картон. В общем, все то, что вы и так собираетесь выбросить. Деньги, полученные за макулатуру, мы отправим на благотворительность. И приятная спортивная новость. 8 золотых медалей завоевали российские боксеры в седьмой день Всемирных игр боевых искусств в Санкт-Петербурге. Бийский спортсмен Вячеслав Шипуно стал чемпионом игр весовой категории до 60 килограммов. В финале он победил техническим нокаутом американца Крисенсуо Рамоса, причем в первом раунде. Финальный бой завершился настолько быстро, что Вячеслав даже немного расстроился, что ему не удалось себя показать в полной мере. Поздравляем Вячеслава Шипунова и его тренера Александра Жучкина с победой. Сейчас они уже в самолете, и мы ждем их скорейшего возвращения из Санкт-Петербурга. А на этом у нас все. Мы с вами прощаемся. Впереди погода от народа. Смотрите нас также в интернете и на канале YouTube. И до встречи в понедельник. Всего вам доброго, удачных и нескучных выходных.